Всем крутой привет, друзья! С вами Паша Фримон на связи, и сегодня у нас новое видео из рубрики новостей по War Thunder'у и не только. Предыдущий выпуск довольно неплохо встретили, правда просмотров было меньше, чем я планировал, но тем не менее я продолжаю эту рубрику, и давайте перейдем к новостям. И первое, о чем я хочу поговорить, это изменения экономики, которую улитки анонсировали уже сейчас. Ссылочку на новую экономику я оставлю в описании, сможете самостоятельно, если что, зайти и почитать, что там и как поменяли. Но если вкратце, это стандартные изменения тундры, в которых просто меняется стоимость ремонта, где-то меняется фармтехники, где-то стоимость самой техники, стоимость исследования в опыте и так далее. То есть это стандартные сезонные изменения. Но также там есть и несколько других изменений. Например, Пуму и Тамку поменяют местами в немецкой ветке развития техники. А также китайскую зенитку М42 поменяют местами с Хонг-Конг Т-34. А еще Сагитарио 2 перенесут на 6 ранг перед Г-91-YS. Ну и, соответственно, абсолютно всю таблицу с изменением стоимости ремонта там и коэффициента фарма, я думаю, нет никакого смысла абсолютно вам показывать и каждый момент рассматривать. Потому что, ну, в моем случае я, например, играю, ну, не совсем плохо, да, уж прям вот прям как рак, но и не совсем-таки хорошо. И при этом мне всегда хватает на ремонт, поэтому я не парюсь, сколько он стоит у техники. Если вас интересует какая-то конкретная машина, заходите по ссылочке в описании, открывайте таблицу и ищите тот танк или самолет, который вас заинтересовал. Также в этих изменениях есть еще одно. Это отключение ПВП вертолетных боев. Теперь у вас будет только ПВЕ режим. Я сам, конечно, в него не играл, но многие говорят, что там очень долгий фарм, он максимально неинтересный и, как бы, особого смысла в нем нет. А в ПВП улитки говорят, типа, маленький онлайн был, никому он не интересен и, типа, его вообще отключают. Так что, вертолетчики, извините, куда деваться. И следующее, о чем я хочу поговорить, это анонсы новой техники. И одна из них это ВБЦ ПТ-2, который будет являться легким танком Италии 6-го ранга, который идет в дальнейшей прокачке после Чинтауриков. Из особенностей у нее будет 25-мм автопушка, подкалиберная лента, отличная подвижность, ну и, разумеется, легкое бронирование. Правда, другого вооружения у машины не предусмотрено, поэтому я не знаю, какой будет у нее бывший рейтинг. Пока сложно судить, будет ли она нормально играбельной или нет. Ну, а я предполагаю, что это будет, грубо говоря, геймплей Чинтаурика, просто у вас будет вместо пушки автопушка. Следующий анонс касается флота. Нам улитки представили линкор Германии Байерн, или Байерн, как-то так, 5-го ранга. Из особенностей у него будет один из самых крупных калибров в игре, продвинутая броня, торпеды, но при этом ограниченная противовоздушная защита и невысокие ходовые качества. По поводу калибра, там будет 8 380-мм орудий. Еще на момент записи этого ролика в этот же день вышли новые починилки номер 52, которые немного изменили респаун воздушной техники в аркадных боях. Теперь начальная скорость авиации в режиме воздушных сражений и танковых аркадных боев в зависимости от типа воздушного сражения и боевого рейтинга будет разная. То есть на низких рангах самолет будет стартовать на скорости 300 км в час, последующее повышение боевых рейтингов будет все быстрее и быстрее и быстрее, вплоть до 700 км в час. Это должно помочь авиации в аркадных боях не отлетать от зениток в первые секунды после появления. А также обновили набор самолетов и вертолетов для режима воздушных сражений в танковой аркаде. Там есть табличка, если что, ссылочку на нее тоже оставлю в описании. Также в этих подчинилках немного поработали над АМХ-13-24. Если кто не знает, это АМХ-13 только с башней от М24-го Чаффи. В общем, ему немного понерфили углы вертикального наведения. Теперь они равны от минус 8 до плюс 15 градусов. Раньше были от минус 10 до плюс 15. Но при этом танчику добавили стабилизатор орудия. С Вартандером мы закончили и давайте перейдем немножечко к Энлистоду. Посмотрим, какие там новости были за последнее время. Одна из особенностей, которая теперь появилась в игре, это погодные эффекты, более разнообразное время суток и освещение. Разработчики пишут, что они заметно разнообразили варианты погодных условий и времени суток. И теперь сражение может проходить на закате с мягким освещением, заходящего за горизонт солнца, ясным безоблачным днем во время бушующей грозы, а также фургу или песчаную бурю. А также они полностью обновили технологию генерации облаков. Теперь они будут объемными. Также в игре появятся новые виды гранат и расширение инвентаря. Разработчики пишут, что в грядущем большом обновлении тактические возможности солдат возрастут благодаря расширению арсенала и новому снаряжению. То есть скоро нас будут ждать ударные гранаты, бинокль и солдатская фляга. Ну что такое ударная граната, я думаю вы понимаете, это граната, которая подрывается при контакте с поверхностью. Тут все довольно просто. Они будут представлены в виде британской гранаты NO-69 и итальянской SRCM MOD-35. А также будет отдельная версия для немецкой армии Hand Grenade 328i. Что же касается солдатской фляги, то ее функционал заключается в том, что после марш-броска, когда у вас закончилась выносливость, вы выпиваете воду из фляги и ваша выносливость восстанавливается чуть быстрее. Ну а бинокль это просто бинокль. Если у вас нет оптики, ну надо посмотреть куда-нибудь вдаль, постараться найти противника, то бинокль вам в этом поможет. Также в следующем большом обновлении нас с вами будет ждать система воинских званий. В игру добавят 20 воинских званий, от рядового до маршала. Заслужить звание будет довольно просто. Достаточно будет просто играть в игру и не выходить из боя до его окончания. Но это касается только званий первых вот уровней. А далее, когда вы будете прокачиваться с сержантского звания и выше, очки для достижения следующих званий вам будут зачисляться за победы в боях и получение звания героя битвы. То есть это когда там по окончанию боя вам показывается, что вы, например, лучшая игра пехоты или что-то типа в этом роде. Для чего это делается? Просто для того, чтобы отслеживать свою эффективность. И пока это ни на что не будет влиять. Хотя, может быть, в будущем на что-то и повлияет. Еще в англисте добавили новые режимы игры и новые локации. И начнем мы с нового режима. Он называется противостояние. Его сравнивают с режимом вторжения. Правда, в случае с противостоянием активно наступать будут обе команды одновременно. В начале сражения у обеих сторон есть подконтрольные точки, а центральный является спорной. Ее захват одной из сторон смещает линию в фронтах следующей точки в тылу противника и начисляет одержавшей вверх команде очки подкрепления. Далее открывшаяся для захвата точка при этом получает временную блокировку возможности захвата, в течение которой у обеих сторон есть время подтянуть к ней силы и подготовиться к новому этапу противостояния. Победа в режиме будет зачисляться той команде, которая завладеет всеми контрольными точками на карте или уничтожившей все силы противника. И далее говорят нам, что с выходом большого обновления миссии в новом режиме появятся во всех компаниях Эндлистона. И новые локации, которые появились, это деревня Лаперель во вторжении в Нормандию, а в компании Битвы за Берлин это будет железнодорожный мост. Вот в принципе и все новости на данный момент, которые я нашел для вас и запихнул это все в одно видео. Если вам понравился данный ролик и этот формат обновленный, то ставьте лайки, пишите комментарии с вашим мнением, что стоит добавить, нравится, не нравится и так далее. В общем, своим мнением делитесь, я его обязательно почитаю. Также, чтобы быть всегда на связи, не забывайте подписываться на мои социальные сети, в особенности на Телеграм, группу ВКонтакте, Дискорд и мой канал Рутюба. Также я вас жду на стримах на Трово, потому что это важно для моей дальнейшей судьбы, если так можно выразиться. Поэтому каждый человек, который придет на площадку Трово, очень-очень важен. Там нужно поднимать активность и чем ее будет больше, тем будет лучше. Соответственно, в дальнейшем я смогу проводить для вас больше розыгрышей. Так что заходите, поддерживайте, я буду всем рад. Ну а с вами был Паши Фриман, всем удачи, пока-пока, друзья.